Привет, друзья! С вами Лебедев Артём. Сегодня мы рассмотрим бороздодел от DeWalt, модель DCG200. Сейчас он у меня в связке с пылесосом, таким же аккумуляторным, как и штроборез. В комплект поставки входит сам кейс, в котором укомплектован бороздодел. Два диска по бетону. Какие они ещё могут быть, да? Сейчас же по бетону. Два стакана, в которые вкладываются аккумуляторы. Давайте я сначала сейчас укомплектую полностью. Аккумуляторов из зарядного устройства в такой комплектации нет. Это именно комплектация с двумя алмазными дисками, самим инструментом, зубилом. Одна штука. И дополнительный ключ, и два стакана для того, чтобы убирать туда всё, что угодно. В принципе, можно положить туда и мелочь какой-то, но вообще, по идее, под аккумуляторы. Аккумулятор 9 Ач. Точнее, если на 54 Вольт, это 3 Ач. Помещаются отлично. Далее зарядное устройство с воздушным охлаждением. Также здесь под него есть местечко. Кладём. Всё отлично помещается. Убираем сам инструмент. Ну, понятное дело, диски. Давайте теперь посмотрим поподробнее саму комплектацию. Так, аккумулятор в сторонку. Этот в комплект не входит. Два стакана. Они вынимаются. Сейчас покажу сам вкладыш. Какой он? Естественно, такой массивный и прибавляет сильно много веса. Можно было что-нибудь полегче сделать, потому что, когда я его прикрепил к пылесосу, и плюс всё, вот эта вот вся радость, ещё там аккумуляторы будут, вес такой приличный и нехилый. Зубило ручное. С таким намёком, что стоит этот комплект недёшево, и пока перфоратор купить у нас возможности нет, поработаем ручным зубилом. Да нет, конечно. Всё равно приятно, что ручной зубил есть. Не всегда перфоратор, не всегда где-то там можно к перфораторам подлезть, где-то нужно и вручную. И ключ. Так, в кейсе у нас больше ничего нет. Как я уже и сказал, работает он от аккумуляторов FlexWall, точнее, как мы уже увидели, на 54 вольт. Ёмкость 3 Ач сегодня будем использовать. Есть ещё 4 Ач аккумуляторы, на которых написано 18 Вольт 12 Ач. Построен на базе УШМ 414, на проверенной УШМке, причём проверенной как временем, так и по мощности. Всё это дело уже действительно проверено. Итак, теперь давайте посмотрим на сам штраборез, как здесь что работает. Пылеотведение здесь рассчитано на быстрое подключение, на байонет. Поворачиваем, надеваем и ещё раз поворачиваем. Всё, байонет одет, никуда ничего не убегает. Единственный момент будет по пылесосу, то что здесь пневмоочистка, и мне очень интересно посмотреть, как она покажет себя именно с бороздоделом, потому что когда работает пневмоочистка, сила всасывания падает. И когда я работал с циркуляркой, выплевывал опилки во время очистки. Посмотрим, как здесь покажет себя. С другим пылесосом, конечно, работает всё отлично, это тоже сейчас всё посмотрим, всё проверим. Но с сетевым пылесосом и аккумуляторным штраборезом уже как-то пропадает. Куда хочу, залезу, без проводов и всё такое. Нажимаем на крутишок и выставляем столько, сколько нам нужно, с шагом 5 мм. Да, здесь именно в миллиметрах, никаких дюймов. Всё отлично, всё чётко работает. Также есть предохранитель от погружения, большая клавиша. Сама платформа установлена на четырёх колёсах. Платформа алюминиевая, летая, как и сам корпус. Тоже здесь всё алюминия, из алюминия сделано. Платформа катается на четырёх колёсиках. Для ровного бетона это отлично, для неровного, как у меня, сейчас посмотрим, как он себя покажет. Хотя у меня там есть и неровные, и ровные стороны, всё тоже увидим. Есть отметка на платформе. Первая и вторая. Она всегда расположена там, где первый диск установлен. Диски нельзя уводить, первый диск нельзя выводить в сторону, потому что будет сильная нагрузка на редуктор. Когда надо поменять, открыли. Или, ну, не только поменять, почистить, например, так же. Положили, и всё. Как я уже сказал, гайка здесь быстро зажимная, как на УШМках. Вот он, первый фланец. Без него, понятное дело, у нас и не получится работать, он центрующий. Далее установлены кольца 12-миллиметровое кольцо, 9-миллиметровое, 6-миллиметровое и 3-миллиметровое. В комплекте два алмазных диска. The Walt Extreme. Диски тоже показали себя с очень хорошей стороны. Они лёгкие. Единственный момент, ко мне пришёл, когда штраборез, не этот, а подобный. Так вот, там диски были у меня немного погнутые. Их согнуть, само тело диска, очень легко. Поэтому аккуратнее, когда перемещаете, передвигаете именно в своём кейсе. И здесь есть режим P. Ну, назовём его паркинг. Вот в нём и нужно переносить, передвигать, чтобы никуда ничего не сместилось и диски не погнулись. Устанавливаем первый диск. Здесь есть стрелочка направления. Обязательно с алмазными дисками направление учитываем. Управление вращения. 12 миллиметров. И давайте сделаем, давайте 9 поставим. Ещё несколько моментов. Во-первых, здесь есть тормоз двигателя, плавный пуск. Двигатель останавливается быстро, стартует также быстро. На подошве, если вдруг у кого-то возникнут какие-то вопросы, что это за метка. Это, точнее, это не метка, это специальное место для того, чтобы прикрепить сюда метку, в которую можно занести инвентаризационный номер и унифицировать инструмент. Это уже для организации больше нужно. Следующий момент. Здесь есть автопуск для пылесоса. Для пылесоса аккумуляторного. Давайте сейчас возьмём второй аккумулятор. Также он работает от 54 вольт. Включаем режим запуска. Режим коннекта с инструментом. Зажимаем клавишу на пылесосе и включаем кратковременный шторборез. Теперь, во время того, как мы будем включать инструмент, будет включаться и пылесос. Пневмоочистка сработала один раз. Она срабатывает периодически. Работать я буду с мешком для сбора пыли. Ну что ж, пора приступить к работе. Пойдём и посмотрим, как он себя покажет. Обязательно по технике безопасности не забываем все радости одеть. Так, ещё возьмём с собой шумомер. И, да, я думаю, достаточно. Зажимаем клавишу на пылесосе. Ну а теперь попробуем аккумулятор ёмкостью 12 Ач. Это на 18 Вольт, на 54 Ач. Самый крупный аккумулятор. Посмотрим, какой результат покажется с этим аккумулятором. Эта сторона бетона у меня сыровата. Пыли меньше будет. Здесь ощущения от бетона немного другие. Ощущается, что он такой, здесь намного плотнее. Искры частенько летят. Арматура, видимо, ближе расположена. Потом я сниму штрабу перфоратором. Посмотрим, что там такое жестокое. Вообще, бетон марки М200 с гранитной крошкой. Бетон такой приличный. Этот пылесос без мешка работал. Тот пылесос с мешком. Да, это именно нижняя часть бетона. Здесь собралась вся гранитная крошка. Видать, как заливали. Вниз камень осел. Очень плотный бетон. Здесь даже больше, чем М200. Я считаю, почти целиком, полностью по камню иду. Я себе потом поближе покажу. Здесь камень на камне. Гранит на граните. На всю глубину, да, туговато. И все-таки, наверное, помедленнее надо. Я не каждый день борозды делаю. Ощущение, как будто хочется чуть-чуть побыстрее, конечно. Но я тянул все-таки сильно. Из-за этого в перегруз ушел аккумулятор. Надо все-таки поаккуратнее. Я сейчас аккумулятор принесу. Сколько у меня вообще там заряды есть? Я хочу посмотреть, с какой оптимальной скоростью нужно идти, чтобы аккумулятор не ушел в нагрев. Потому что вот когда УШМ-кой работаешь той же, если начинаешь чуть-чуть на нее давить, то сделаешь там 30 срезов. Ну, обычный 18 вольт, например, с аккумулятором. Да, с любым. Просто, к примеру. 30 срезов сделаешь, если начинаешь давить. Если не будешь давить, а потихонечку режешь, аккумулятор в нагрузку не уходит, токи не повышены, он не перегревается, не такой быстрый разряд идет. И ты можешь сотню резовую сделать с лишним того же уголка. Того же самого, который мы бы резали с нагрузкой только 30 штук. И здесь абсолютно такая же ситуация. Прилично разогрелся. Продолжение следует... Ну, это все. 25 25 30 просто под проводку допустим 20 поставить 20 даже с таким плотным бетоном справляется замечательно на максимум все же тяжеловато ему идти или очень медленно отвести давайте снимем штробу посмотрим что за бетон покажу что один гранит но здесь как раз видно почти сплошняком идет гранит вот металлическая арматура один камень что касается в плане пылеотведения то вообще с пылеотведением у него все в порядке плане того что с аккумуляторным когда пылесосом работаем down часть но выпускает все равно тем более когда мы опускаем на максимум когда мы используем сетевой пылесос сейчас я покажу как он на максимум работает можно сказать не пылинки ну и давайте посмотрим заодно как он работает совсем без пылесоса чтобы с чем сравнивать подытожим для электриков отлично подойдет и почти во всех ситуациях абсолютно и как основной и как дополнительные и наружку делать и внутрянку все отлично все здорово подойдет если водопроводчиком то здесь уже нужно смотреть если вы работаете как я уже сказал на кирпиче на штукатурке то без проблем но опять же водопроводчиком нужен всегда максимум поэтому стоит взять лучше наверное сетевой именно для водопроводчиков потому что ну как минимум труба на двадцать пятая двадцать пятку все равно максимум надо пробурить если вы работаете там где есть электричество то лучше сетевой бета безусловно если нужно куда-то взять то конечно тут особых вариантов нет конечно с бензогенератором можно заморочиться но опять же бензогенератор это вес бензогенератор можно завести не везде только на улице пике удлинить или все такое заморочки это уже отдельная история отдельной демагогии на этом этот обзор подошел к концу пишите ваше мнение особенно те кто работает бороздоделанным постоянно кто вообще бороздит и бороздит как вы увидели бороздодел как он работает по вашему мнению резво нерезво хватает у него мощности не хватает хватит ли в каких-то ситуациях аккумуляторного, или же всё-таки нужно сетевой. Короче говоря, пишите всё-всё-всё, от и до. Всё в комментариях пишите, почитаем, обсудим все вместе. На этом этот обзор подошёл к концу. С вами был Лебедев Артём. До скорых встреч. Я шторболил, шторболю. И буду шторболить. Чё они не работают? Чё? Чё?